Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас с вами 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Разберем сегодня всего лишь один стих, но он такой важный. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Вообще, вот все, что Павел сказал перед этим, как раз-таки можно суммировать вот этим вот одним предложением, одним вот этим утверждением, что Слово Божье, которое Павел принес в Фессалоникийцам, было Слово Божье, действительно Слово Божье, и они его приняли как Слово Божье. И опять, для нас это с вами очевидно, хотя это очевидно только для нас с вами, для верующих людей, потому что есть много людей, которые тоже могут сказать в ответ на наши аргументы, ну или там, например, если мы начинаем ссылаться на Библию, вот Божье Слово говорит и так далее, они могут сказать, что, ну да, есть какое-нибудь где-нибудь Божье Слово, но нам его не доносят, прячут от нас. А то, что написано в Библии, это там 20 раз переписано, а то и больше, и как бы смысл утерят. То есть нет, у нас Слово Божье у настоящее, ну и прочие там аргументы. Но я думаю, что такие люди просто не понимают, о чем они говорят, не слышали, не изучали аргументы, и не видели или не хотят признавать, что они видели действия Божьего Слова в жизнях верующих. Потому что, ну уж, я вот, знаете, на 100% уверен, что если даже у каких-то там диких совершенно, ну диких я, естественно, утрирую, смеюсь, если уж даже у древних египтян, которые, казалось бы, погрязли, выдало поклонствие все там и так далее, я имею в виду тех, к которым пришел Авраам. Если даже у них было познание о Боге и о том, что есть грех и не грех, то есть они, когда, ну там Авраам, понятное дело, начудил, но когда фараон узнал, что Сара это не сестра Авраама, ну не только сестра, а еще и жена Авраама, то он сказал Аврааму, вообще ты, Авраам, ты что сделал-то, ты чуть на нас грех не навел, помолись Богу, чтобы он там, ну и так далее, и так далее. То есть у них было познание даже, даже у них было познание о Боге и о том, что Бог жив и действует, и о том, что есть грех. И поэтому я думаю, что даже в наши дни, тем более в наши дни, когда уж евангелисты, особенно там, ну я не беру там какие-то отдаленные уголки, да, умирающие деревни, хотя и там, и там есть познание о Боге, понимание о том, кто есть Бог и так далее. Но хотя бы даже брать, если вот крупные города, в которых, ну города, в которых мы с вами живем, большие, маленькие, неважно, они все уже хожены, перехожены евангелистами вдоль и поперек. И там у любого человека найдется бабушка, которая верила, соседка, которая ходит в церковь, Библия, которую мама прятала, ну и так далее, и так далее, и так далее. У любого что-нибудь найдется. И я верю, что каждый человек, почти каждый мой, был свидетелем Божьей работы, Божьих чудес, вот, скорее всего, в жизни кого-то, а скорее всего, даже в своей жизни. Поэтому, конечно же, это аргумент, означающий не то, что человек изучил и как-то вник в вопрос, и вот теперь исследовав, говорит, да, у нас нет настоящего Божьего слова. Это аргумент, наоборот, невежества. И это аргумент исходит из желания просто-напросто не принимать Божье слово. То есть, человек вот ляпает, вот такие вещи, говорит странные слова, ну, типа, что тут доверять, это не слово Божье. Не подумавши, как говорится, он сделал, они такие аргументы говорят, я такие встречал не раз, честно говоря. Вот, и этот аргумент обезоруживает немножечко, потому что, с одной стороны, потому что, чтобы переубедить человека, нужно привести массу аргументов, что, вот, да, Божье слово истинно, там, и археология свидетельствует, и внутренние свидетельства самого Писания, и исторические, ну, и вот эти все, знаете, разговоры. Но они все разобьются просто о нежелании человека принимать Божью истину, и все. Здесь бесполезно разговаривать, если человек сам не хочет хотя бы маленечко приоткрыть свое сердце. Но фессалоникийцы вообще были молодцы. Здесь написано, что вы приняли от нас слышанное Божье слово, как слово, не как слово человеческое, но как слово Божье, кого оно и есть поистине. И смотрите, как я уже говорил, все, что Павел до этого писал, можно подытожить вот этим словом, потому что Павел писал и о том, как Божье слово это действовало в жизни фессалоникийцев, и они сами были свидетелями силы Божьего слова. То есть, самое главное, как мы с вами говорили, что их жизни изменились. И жизни изменились кардинально. И также мы видим, как Божье слово действовало и в жизни Павла, потому что он был призван проповедовать это Божье слово. И он это делал совершенно абсолютно чистыми намерениями, которые, кстати, тоже были видны. И он это делал, ну, если так можно выразиться, совершенно фанатично. Не нравится мне это слово, но оно показывает просто то чрезмерное усердие, с которым действовал Павел. То есть, он и его команда испытывали лишения, страхи, гонения, всякие неудобства, там, и так далее, и так далее. Но они проповедовали Божье слово. И почему они это делали? Потому что они тоже верили, что это настоящее, истинное Божье слово. И ради него, ради того, чтобы, ну, ради, естественно, спасения людей, им было не жалко, собственно, даже, получается, и своей жизни. То есть, ну, так вот, если по большому счету говорить, не жалко было и своих жизней. То есть, мы помним с вами, как Павел был избит, и подвергнут позору, и его спутники тоже. Но он, тем не менее, не замолчал. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот из того, что мы с вами читаем написанное Божье слово, тогда у них было слово, которое проповедовал Павел, обратите внимание, а у нас с вами есть оно написанное. Это тоже, как говорится, большая разница, потому что каким бы проповедник ни был прекрасным, любой, он допускает ляпы какие-то, и косяки бывают, ну, неточности. Ну, понятное дело, что важно, чтобы в целом послание было нормальным, чистым, и так далее. Но люди есть люди. Но у нас с вами есть привилегия ссылаться на написанное Божье слово, и это серьезный аргумент. А у Павла вообще, как он писал, приняв от нас слышанное слово Божье, то есть, он просто говорил, он не принес им там корзину свитков и сказал, вот, ребят, я вам принес евангельскую весть. То есть, не так было. Но зато, повторюсь, жизнь Павла очень-очень громко говорила о том, что это слово Божье. Ну, так вот, как насчет нас с вами? Ведь из того, что это слово Божье, мы с вами имеем слово Божье, вытекает очень многое. На самом деле, если мы... На самом деле, самое главное, что вытекает, это то, что, когда мы слышим Божье слово и принимаем его именно как Божье слово, то в этот момент возникает ответственность. Потому что Бог наш, есть немолчащий Бог. Наш Бог есть Бог, который обращается в жизнь человека и обращается совершенно конкретным посланием. Вот, чтобы мы очистили свои жизни, чтобы мы пришли к Богу, раскаялись в своих грехах, это я говорю, я верующих тоже. Вот, чтобы в своей жизни мы отдали Христу, доверили Христу, жили так, как Он хочет. Это серьезно, потому многие люди и пытаются изменить это слово, или как-то умолить его, или вообще сделать вид, что это все ерунда, и не будем слушать, да, поставить эту стену, выстроить. То есть, поэтому многие люди так и отгораживаются от Божьего слова своими типа аргументами, околонаучными или псевдонаучными аргументами. Потому что, если они примут, если человек принимает слово как Божье, то тогда возникает ответственность. Возникает необходимость реагировать, как минимум, и реагировать правильно. Потому что, если ты реагируешь неправильно, то это тоже имеет последствия. Человек тоже начинает нести ответственность, а об этом слушать никому не хочется. Вот. Ну и давайте с вами вот именно вот так мыслить, и так относиться к Божьему слову, как на самом деле истинно к Божьему слову. Потому что, если мы не принимаем ее как Божье слово, то тогда, с другой стороны, и это тоже очень печально, мы не сможем принять вот этой силы, которая заключена в этом Божьем слове. Сила, которая может изменить все. И изменить именно в хорошую сторону, в лучшую сторону. Я верю, что Бог может исцелить любую болезнь. Я верю, что Бог может исцелить и наладить любые отношения. Часто очень, ну, люди, ну, на самом деле, то есть отношения между людьми могут заходить так далеко, и имеют плохие отношения, что уже люди даже не знают, как подступиться. Просто слова уже, видимо, как-то не помогают. Или они в моменте в каком-то не помогают. Но я верю, что Бог может исцелить все. Любые отношения, любые сердца может привести в порядок. И привести человека к доброй, богобоязненной, хорошей жизни. И, к сожалению, когда человек не принимает слово, у нас с вами написанное Божье слово, как именно, как Божье, то он лишает себя вот этого благословения. Лишает себя вот этой невероятной, исцеляющей, благословенной Божьей работы, которую Бог хочет проделать в нас. И, как говорится, ну, жажда есть, да, водоем есть, или там, из чего там люди пьют, холодильник с бутылками, с водой с чистой прекрасной есть. Но человек говорит, ну, это какая-то ненастоящего, да, у меня тут вот ЗОЖ, я вот как-то вот, нет, нет, у меня свое, я не буду пить эту вашу воду, она какая-то неправильная. Вот. И такой человек умирает, просто от жажды. Ну, просто по своей дурости. Уж извините, но это называется именно так. Когда человек отвергает очевидное, не хочет слушать аргументов, это называется осливное упрямство. Вот. И, к сожалению, к сожалению, многие люди вот именно в таком состоянии пребывают. Но, надеюсь, до времени. Конечно же, потому что Господь стучится в сердца каждого. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, принимать Твое Слово как настоящее Слово, как Слово, способное исцелить и наладить жизни, как Слово, которое имеет силу и именно Слово от Тебя. Благослови, пожалуйста, нас во имя Иисуса Христа. Аминь.